Итоги работы Белого дома на протяжении пяти месяцев нам прокомментировал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Как слаженный механизм, как часы. И, соответственно, президент во главе этой пирамиды. И все говорят одним голосом. В общем-то, возвращается к традиционным американским ценностям, приоритетам. И, в частности, к уважению к разным блокам и альянсам, в которых Америка принимает участие, таким как НАТО, например. Достаточно уважением к Европейскому Союзу, которым Трамп видел только соперника, оппонента, такого экономического. А на самом деле, теперь Байден говорит, что все-таки это наши друзья, наши традиционные союзники, которые живут по тем же принципам и нормам, что и мы. И, скорее, нам нужно видеть в них союзника. Хотя, конечно, какие-то торговые противоречия могут возникать. Возвращение к активной роли США в области борьбы за сохранение окружающей среды, то есть против климатических изменений. Ну, наверное, какая-то попытка возвращения к определенной роли в отношении стран, одна из которых уже имеет ядерную программу Северной Кореи, другая только думает о создании ядерного оружия Ирана. То есть, на самом деле, целый ряд направлений с Китаем одно из самых сложных и важных направлений для Байдена, в котором он обещал, что будет некая смесь диалога, сотрудничества в ряде сфер с противостоянием Китаю тоже. И уже сегодня ясно, что Китай действительно выходит на первый план абсолютно для американской внешней политики глобальной, в том числе как соперник. Хотя есть и много сотрудничества по экономической, скажем так, линии. Ну и здесь где-то, конечно, вписываемся мы. Вот, постсоветское пространство, Россия, Украина. Байден не скрывал, что он будет поддерживать Украину, он нас поддерживает его администрация, по крайней мере, да. И Байден не скрывал, что он недоволен поведением в России и агрессивным поведением по отношению к Украине, в других точках земного шара, а также вмешательством в американский политический процесс. В рамках этих своих обещаний он и действует на этих двух важных для нас направлениях. Собственно, одна украинская, другая российская. Он старается не отходить от той программы, от формы этих обещаний, которые излучали в прошлом году во время избирательной кампании. Ну, пока прошло всего несколько месяцев у президентства, но мы уже видим, что, в общем-то, есть определенная линия. Говоря о сверхдержавах и о конкурентах, в Белом доме называют вовсе не Россию. Говорят о Китае. Что касается угроз, то их несколько, вот, две ключевые, это Китай и Россия. Собственно говоря, предыдущие две администрации тоже обрисовали ситуацию таким образом, в разных своих стратегиях национальной безопасности, что Россия и Китай – это две основные угрозы. Вопрос, наверное, в том, какая из них первая, какая вторая. Для нас это вопрос не праздный, нам интересно знать, на кого больше будет обращать внимание в США, на Китай или на Россию. Но я думаю, что пока вырисовывается так, что Китай более важный соперник, чем Россия, потому что Россия при всех противоречиях все-таки не несет такой потенциальной угрозы. И Россия – это великая держава, конечно, если посмотреть на территорию, на ресурсы, на ядерное оружие, но не сверхдержава, как Америка. А Китай все-таки, может быть, сегодня уже или через пять минут, условно говоря, будет сверхдержавой. Поэтому американцам так представляется, большинству из них, политикам, экспертам, что это будет предстоящие десятилетия, однозначно будут периодом соперничества Китая и Америки. Но соперничество мирного или нет – это уже такой отдельный вопрос. Потому что недавно Байден сказал, например, что Китай хочет нас перегнать и сделать нас слабее, стать игроком номер один в мире, и мы постараемся этого не допустить. И много Байден говорит о том, что вообще он все перемещает разговор в проекцию борьбы демократии, с одной стороны, с автократиями, с такими режимами, с другой стороны, авторитарными, типа китайского, типа российского. И поэтому, в общем-то, усилия направлены, например, на сближение все-таки стран, которые верят в демократию и базируются на демократии. Поэтому сейчас визит такой, действительно, первым делом большая семерка НАТО и ЕС. Здесь, как видите, есть смесь определенная традиционных двух важных вещей, на которых Америка основывает свою глобальную внешнюю политику. С одной стороны, ценности, с другой стороны, интересы. Старается Байден отталкиваться от ценностей, идеологии и так далее, принципов каких-то, на которых Америка основывает свою политику. Но при этом, конечно, не забывает и о своих интересах, потому что иногда нужно выбирать. Либо то, либо другое. Хотя оптимально, конечно, и то, и другое. Но иногда получается так. Нужно где-то жертвовать, может быть, какими-то ценностями ради каких-то интересов. Тут вступает в дело так называемый реализм. О различия между Байденом и Трампом говорили задолго до саммита в Жене, ведь теперь акценты только усилились. Ну, сходств особо я не вижу, разве что, может быть, возрастная группа и тот и другой мужчина. Такие вот очевидные сходства. Что касается, по сути, по характеру политики и поведения, то никаких сходств нет. Байден – человек очень опытный в политике, с огромным опытом за его плечами в политике. То есть он колоссально имеет многие десятилетия опыта работы. Сначала в Сенате, потом в Аминистрации Обамы на посту вице-президента. Трамп ничего подобного не имел, был совершенно некомпетентен, окружил себя тоже многими людьми довольно некомпетентными. А тут, наоборот, в Аминистрации, где и сам президент, компетентен сейчас, и люди его окружают достаточно опытные и компетентные. Это первый момент. Политика довольно предсказуема. Она отвечает достаточно тем ожиданиям, с чего мы начали наш разговор. То, что, в общем-то, говорится, то и делается. И самое главное, все говорят одно и то же. Потому что при Трампе, например, один человек в Аминистрации мог сказать, что одно, другое, что-то другое. Президент озвучил какую-то точку зрения, а потом остальная часть администрации пыталась как-то объяснить, что он имел в виду на самом деле. И что не совсем следует верить каждому слову Трампа, потому что все-таки решение принимается, может быть, коллективно или как. Так что и больше достаточно прозрачности, транспарентности действий. Ну, сам президент, кстати, Байден его критикует немножко за то, что он за первые пять месяцев провел лишь одну такую серьезную пресс-консиденцию. Но, может, это надо списать все-таки на ситуацию, связанную с коронавирусом. Но зато все-таки пресс-релизы и брифинги проходят буквально ежедневно в соответствующих ведомствах государственных департаментов. Собственно говоря, Белый дом, Министерство обороны, Пентагон и так далее. То есть здесь в этом смысле идет нормальный достаточно отчет перед обратной связью с публикой, с американской общественностью, с мировой общественностью. И приоритет по-прежнему у него, пожалуй, внутри страны. Хотя то, что планировал выполнить, за первые пять месяцев он выполнил. Действительно идет массовая вакцинация и прогресс в этом смысле очень большой. Создано много рабочих мест. Экономика выходит из тяжелого положения. Америка потихонечку открывается. Так еще осторожно. Она открывается после года с лишним такой тяжелой эпидемии, пандемии. Так что в этом смысле потихоньку, я думаю, Вайден начнет его окружение переносить акцент уже больше на внешнюю политику. Потому что, очевидно, первые несколько месяцев нужно было разобраться с некоторыми ургентными, важными, срочными делами внутри страны.